Всем привет! Сегодня расскажу вам о четырех самых необычных материалах в мире, которые словно пришли к нам из научно-фантастических фильмов. Если вы впервые на моем канале, советую подписаться, чтобы не пропускать новые интересные ролики. А если мы сможем с вами набрать под этим роликом 3000 лайков, то мне будет очень приятно. Поехали! Ультрагидрофобный материал. Вы не поверите, но существует материал, который вы при всем своем желании не сможете намочить. Только взгляните на то, как он буквально отталкивает капли воды. Такой материал называется ультрагидрофобным. За последние несколько лет наука очень далеко продвинулась в области исследования и применения подобных материалов, что в свою очередь открыло широкие возможности для их применения. В основе всех гидрофобных материалов лежит эффект лотоса. Он был открыт в 70-х годах прошлого века во время изучения под микроскопом гидрофобных свойств цветка лотоса. Этот цветок выделяет особый воск, который образует на поверхности особую структуру в виде шипов. Именно благодаря этому свойству цветы лотоса остаются даже в грязной тени водоемов безупречно чистыми. Сегодня исследования в области изучения и создания гидрофобных материалов продвинулись очень далеко. Сейчас ученые стремятся создать материал с наивысшим показателем гидрофобности. И, несомненно, он будет очень востребован во многих отраслях промышленности. На этом видео вы можете видеть испытания гидрофобного и негидрофобного материалов. Часы обрабатывают изоляционным слоем, который препятствует проникновению воды, а затем опускают в воду. Как вы видите, необработанные часы отключились, а обработанные продолжают показывать время. Определенно, это свойство очень бы пригодилось всем смартфонам. Благодаря ему они бы никогда не намокли во время дождя. Ну, а если этим волшебным веществом можно покрыть стены дома? Тогда им никакая грязь не будет страшна. Нитрит триода Нитрит триода – чрезвычайно взрывчатое химическое вещество. Он может взорваться при контакте с любым предметом. Нитрит триода состоит из одного атома азота, связанного с тремя атомами йода. Это вещество должно храниться в темном месте с высокой влажностью. Только при таких условиях оно не взорвется. Но если его высушить и просто легко стукнуть по нему чем-нибудь, то оно сразу же сдетонирует. При этом образуется розовато-фиолетовое облако паров йода, которое может вызвать раздражение кожи или даже отравление. Гидрогель Гидрогель – это гелевый полимер, который может впитывать воду в 30 или 60 раз больше своего веса и в зависимости от температуры менять свой размер. Гидрогель состоит из маленьких кристаллов белого цвета, которые могут впитывать большое количество воды. Он широко используется в теплицах и в питомниках сельскохозяйственных растений. Гидрогель способен впитывать большое количество воды и долго ее хранить. В разгар засухи его достаточно лишь внести в почву, и растения сами возьмут столько влаги, сколько нужно. В последние годы этот материал широко применяется как питательная среда для растений, а также как декоративное средство. Также этот материал используется в медицине, в технологии культивирования ткани организма и как система с замедленным высвобождением лекарства. Нитинол Нитинол – это сплав титана и никеля. Он обладает уникальным свойством, умеет восстанавливать свою первоначальную форму. Даже если вы расплавите нитинол, то благодаря памяти формы он приобретет свой изначальный вид. Этот металл широко применяется в области электроники и механики. Также он используется в робототехнике при создании смартфонов и медицине. Исследовательские работы по исследованию Нитинола и его применению требуют больших затрат, но они окупятся, когда в будущем будет запущено массовое производство этого материала. А на этом у меня все, друзья. С вами был профессор Гуглов. Не забывайте про 3000 лайков. Следующее видео уже завтра. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова